добрый вечер дорогие друзья с вами канал 1 австралия и я александр петров я хотел бы чтобы вы этот ролик внимательно послушали потому что это ролик от человека который здесь прожил более 25 лет и набил себе огромное количество шишек более того я поделюсь с вами некоторым опытом общеным опытом тех людей которые сотни тысячи которые были моими студентами друзьями которые остались в австралии а кто то и не остался основные правила иммиграции в австралию это правило который очень жесткие которые может быть кому-то не нравится но они существуют и они будут существовать нравится вам это или нет и первое это справедливость торжествует безусловно но справедливости надо помогать если вы не активны если не боретесь за свое счастье успеха у вас не будет и к сожалению частенько справедливость и не торжествует в тех случаях когда вы не активны когда вы не боретесь за свое счастье и это будет вам хорошим уроком слава богу у вас есть возможность учиться на чужих ошибках в таком джунглей никто не отменял ребята побеждает всегда сильнейший не справедливость не правда не какие-то моральные устои побеждают побеждает грубая сила побеждает иногда подлость побеждает желание выжить даже может быть ценой других людей это очень сложно говорить я вас всегда направлял именно на то чтобы вы боролись этично чтобы вы сражались за свое будущее но не шли по трупам к сожалению к сожалению побеждает сильнейшие и если вы будете слабее вы проиграете это касается и вашей успеваемости в учебных заведениях я видел когда люди мои друзья мои студенты добивались истины добивались признания со стороны преподавателей пересмотра пересмотра своих оценок и это только вызывало к ним уважение в общем-то этим баловался пошутить можно и я в свое время и я понял одну вещь и это жесткая жизнь это вообще жесткое соревнование на обучение в австралии миграции в австралию это это те части вашей жизни в которой вам надо очень постараться потому что успех в эмиграции в австралии дает вам возможность перейти на другой более высокий более качественный уровень вашей жизни если вы не преуспеете в этом вы упадете не на тот уровень с которого вы пришли а на значительно более низкий уровень и вы будете сами и другие вокруг вас будет считать вас неудачником но сильные люди должны объединяться вот почему я говорю давайте создавать наших гагарина гагарина с кулаками и зубами понимаете вы сильный человек но против вас выйдет другой сильный человек сильнее вас или несколько человек более сильных чем вы и вы потеряете работу вы потеряете баллы свои не получите high distinction получите distinction или credit вы проиграете борьбу до работодателя спонсора вы вы не сможете эмигрировать недобрав баллы потому что не смогли кого-то там из преподавателя убедить из экзаменаторов что у вас достаточно высокий уровень английского языка есть очень много очень много вещей ситуации в жизни когда даже сильный человек проигрывает но когда много сильных людей объединяет свои усилия когда они помогают друг другу прикрывает спину подставляют плечо а эти люди становятся непобедимыми поэтому сильнейший победит когда он окружен дружественными ему такими же сильными людьми которые ему помогут но которые вправе и ожидать помощи от вас тоже сильного человека такие же сильные люди как вы поэтому объединяться в жесткую формацию очень важно во всех несчастьях дорогие друзья вините только себя те люди которые вас подвели те люди которые причинили вам вред и обиды это люди которые пожертвовали вашими интересами ради интересов своих которые через используя вас попытались и успешно попытались пройти наверх или люди которые вам завидовали подставили вам под ножку в тот момент когда вы бежали на пути к своей цели но это ваша вина что вы не нашли тех людей которые могли вам помочь которые могли прикрыть вам спину могли предупредить вас от той подлости которая вас ожидает это ваша вина что вы не доработали не додумали не подстраховались что вы не достигли своей цели и пускай будет хоть мирят разных причин чтобы вам не прийти успешно к вашей цели главная причина это ваше нежелание неумение недоработка то есть ваших бедах в первую очередь виноваты вы сами и последнее чтобы я вам хотел сказать ребята иммиграция в Австралию не заканчивается с получением вида на жительство она не заканчивается с получением австралийского паспорта все эти жизненные законы все вся та дружба которая у вас установилась на вашем пути победе она не исчезает эти люди не исчезают и в борьбе за лучшее будущее уже будущее будущие будущие гражданами Австралии вы всегда можете опираться на этих людей вы должны поддерживать эту систему и вы должны зубами и кулаками пробивать себе дорогу в счастливое будущее если вы этого не будете делать это будут делать другие и за вас счет спасибо а а а Субтитры подогнал «Симон»